Привет, друзья! Меня зовут Татьяна Селиванова. Это я. И сегодня я, как амбассадор Рейслинг Уикс, провожу обзор Вин Пятерочки. Мы находимся с вами на улице Гришина, дом 9, находимся в Москве. И поговорим сначала о главном, а потом об остальном, потому что здесь сегодня в Пятерочке я нашла очень много интересненького. И сделаем небольшой обзор на Вина. Давай начнем, наверное, с летних каких-нибудь, да, только я думаю? Да, я забыла сказать, что операторы Горчевские, да? Конечно. Давай начнем с главного, начнем с Рейслингов, потому что у нас здесь есть три Рейслинга. Это все у нас специалитет именно Пятерочки, поэтому эти вины ищите здесь, особенно Сомелье Коллекшн. У нас есть полусухой из Пфальца молодой Рейслинг по хорошей цене. Вот обратите внимание, что здесь нет как таковой скидки, но действует зато скидочка при покупке, если вы покупаете от 6 бутылок. Ну, мы вообще-то за умеренное потребление, но будем считать, что это на компанию. Ну, вы же, я предполагаю, что бывают у вас и банкеты, и свадьбы даже, может быть, да, где приходится много побивать. Особенно редко. Что у нас еще есть? У нас есть Рейслинг с вами полусухой, Файнхерб, это, соответственно, вот это обозначение. Это Рингессен, это крупный регион, тоже молоденький, Пфальц южнее, потеплее, поплотнее. И Рингессен у нас крупная территория, поэтому там качество среднее, добротное, надежное. Напомню, что Рингессен это у нас основной поставщик сырья для Липфраумильф, поэтому прекрасно работают с белыми сортами для молодых вин. И у нас есть вот этот замечательный Рейслинг Бекс, мне нравится его лаконичное оформление, потому что, если бы он у нас здесь не стоял, в принципе, я бы не догадалась, откуда он. Скромно, 2020 год, молоденький, очень стильный, очень современный. Найя. Найя это название реки, и, кстати, вот, смотрю, последняя бутылка стоит. Найя это название реки в Германии, и Найя это территория очень хороших, качественных христлингов, потому что там не так холодно, как, например, в Ринггау. Это больше похоже на мозельский стиль, но при всем при том, мозель покрупнее территории, более известная, поэтому в Найя можно найти, ну, прям замечательное соотношение цены и качества. Так, поэтому, если вы хотите послаще, выбирайте этот, если вы хотите посуше, посерьезнее, выбирайте этот. Вот здесь разница, в принципе, ну, незначительная будет, чего уж там. Вот на этом участники фестиваля Рейслинг Бекс пятерочки закончились, и смотрите... Подожди, подожди, нет, не закончилось. Подожди, еще не все. Вот я еще один увидел. А я еще кое-что, подожди, вернись. Хорошо. Смотрите, здесь есть вот такой вот QR-код, и если вы его сканируете, вы переходите на Рейслинг Бекс, где вам о винах расскажет амбассадор Рейслинг Бекс, ой, питерских коллегах, его зовут Николай Чащинов. Он, как и я, винный преподаватель, поэтому он, поверьте, он знает свое дело. Смотрите, вот я хочу показать, как он работает, то есть мы берем, наводим на QR-код, сейчас, это у меня видео, фото, вот, открыть, если он укрытся в сафари, и вот у нас сразу появляется Николай Чащинов. Да, который рассказывает про Рейслинги. Который рассказывает про Рейслинги. Удобно. Еще один герой. Мне очень понравилась, на самом деле, вот эта розовая полочка, потому что здесь много всего интересного, очень хорошо. Мне понравилось, что они все собраны в одном месте, очень понятно, и если ты хочешь что-то летнее подобрать, вполне себе легко разобраться. Вот он, немецкий наш португизер. Португизер, сорт винограда, для Германии является одним из часто встречающихся, но не принципиальным, то есть не самым великим, сам великий по-прежнему, что это бургундер. Португизер хорош, вот, особенно в таком розовом выражении. Он сухой, кстати, обратите внимание. Винодельня указана. Розе Трокен, в соответствии, Трокенер сухое. Эквалит от свайн, это вам гарантирует место происхождения Ренгессен и португизер как сорт. Это очень хороший вариант, потому что, смотрите, во-первых, цена замечательная для оригинального немецкого вина. Стоит ли говорить, что это сделано из немецкого винограда, разлито в Германии, бутилировано там же и отправлено оттуда же. Да, и самое главное, что не надо покупать еще пять бутылок, то есть у вас и так скидка по неделям риски, правильно? Ну, я так понимаю, что акция это будет не вечно, порядка обычно трех-четырех недель она длится, поэтому... Ну, и лето не вечно, и наш интерес к розовому не очень долг. Поэтому просто посмотрите, потому что португизер это очень милый ягодный сорт. Клубника, малина, вишня, это все то, что нам летом нужно. Ну, и раз уж мы заглянули в эту розовую метку, ну, розовую пеногриджу, этим уже никого не удивишь. Мне нравится, что оно молодое, мне нравится, что у него очень приятный цвет, такое вообще отличное оформление. И вот сравните цвет розового винограда, вот такой бледный, практически персиковый, и цвет красного винограда с хорошей экстракцией. Вот он какой у нас, клубничный морсик, какой ягодный. Отличный цвет, на самом деле. Я тут еще, кстати, вижу португальскую Багаэйру, тоже очень неплохой вариант. Мы ее тогда дегустировали, когда сравнивали португальские вины из разных магазинов, она у нас получила хорошую оценку. Здесь она представлена в розовом, но вообще на полках есть и белый, и красный тоже вариант стоит. То есть в этом плане, да, есть знакомые вина. Ну, Шатот Омоймам хорошо знакомый. О, наш полосатик любимый. Наш любимый полосатик, тоже молоденький, свеженький, приятный. Посовершенно улетный ценник. Цена, ну смотри, 289-349. Такая разница небольшая, учитывая, что это свое, а это из-за границы привезено. Но понятно, что это только временная акция, потому что в реальной жизни, конечно, цены намного сильнее размещаются. Слушай, я бы посоветовал нашим зрителям взять несколько и сравнить, как раз устроить себе дегустацию розе. Хочу вам сказать, что розовые, ну я уже говорила, наверное, розовые дегустации самые фотогеничные. Поэтому, если вы хотите сделать из этого фотоотчет для соцсетей, вот несколько розовых вин, вы так с ними нафоткайтесь, что просто будет красота. Это еще не все. Так. Так. Красненький, то есть обогащается, но от этого всего, понимаете, он еще приятнее становится, потому что это такая летняя версия, такая демократичная, ласковая, понятная и сезонная. Потому что 20-й год осенью уже будет готов 21-й, поэтому стоит его выпить сейчас, насладиться им, пока оно есть у нас рядом. Следующая, следующая бутылка, просто раз уж у нас лето и раз такая интересная подборка розовых, я хочу обратить внимание. Виванка. Виванка совершенно замечательная винодельня, очень сильная риоханская, и я когда, ну, был период моей жизни, я в школе покупала от них вина, потому что я на них показывала риоху. То есть, какой бывает риоха, и мне очень хорошее впечатление осталось, потому что у них широкая линейка, и белый, и красный, и розовый, как вы видите. Представленные, ну, качество очень хорошее у всех абсолютно. Если вы любите высокие оценки, рейтинги, то их есть у меня 87 баллов от, ну, не от самого Роберта Паркера, но от его команды, поэтому, в принципе, можно с тем же успехом гордиться. Роберт Паркер, это все-таки у нас величина, имя, которое... Хочется, конечно, жути нагнать, но не буду. Роберт Паркер один из самых значимых критиков. Он основал вайн-адвокат, и вот, собственно, его вайн-адвокат сейчас оценивает и дал этому вино 87. Для розового вина это хорошая оценка, потому что, в принципе, мы же его долго хранить не будем, а 87 это уже такое... Ну, это верхняя бронза или даже можно в некоторых случаях нижнее серебро. Слушай, мне кажется, что если вино оценивают по шкале Паркера, то крепкие напитки надо оценить по шкале Рихтера. То есть, вот как тебе там колбасит после Рихтера, так и нет? Там другая система есть, да. Мы с тобой как-нибудь поговорим про PPM и все, что с этим связано. Хорошо. Еще. Что мне понравилось? Здесь есть, конечно, классические вина, ожидаемые, да, Шататамани Аристов. Вот. Просека Фризанте. Вот сразу обратите внимание, винтовая крышка. Фризанте – это у нас более низкий уровень газации, чем спуманте. И это вино, которое вы, конечно, громко не откроете. Оно слегка пощупит, когда вы его вскроете. Плюс, на мой взгляд, огромный, что далеко не всегда хочется, чтобы пузыри прям кололи в нос. Иногда достаточно приятного покалывания. В этом плане категория Фризанте – это просто находка, это просто роскошь. Поэтому, обратите внимание, очень советую. Ну, это у нас, естественно, Итальяна Вера. Фруктик написано на бутылке. Слушай, смотри, как удобно. И тут же прям мороженое крутой. Да. Идеально. Слушайте, и вот какая прелесть. Кстати, на этикетке написано. For every occasion. На любой случай. И это, в общем-то, правда. Потому что, в принципе, я не знаю, где бы это вино не подошло. Но мороженое рядом, да, это хорошо. Пойдем еще вот здесь вот баночки я покажу. Баночки? Да. Ну, надеюсь, не Red Bull? Нет. Я хочу обратить ваше внимание на то, что летом абсолютно нормально и весело, и стильно пить вино в алюминиевых баночках. Это уже такой устоявшийся тренд, потому что все очень сильно озабочены обилием стекла, который остается после вина и его переработкой. Алюминий в этом плане, конечно, намного спокойнее. Ну, и я не знаю, как вы, а мне всегда кажется, что из алюминиевой банки холоднее пьется и даже вкуснее. Поэтому вот, смотрите, у нас есть линейка мартини, тут разные вина. Розовенькая, сухая, полусладкая. И есть у нас русская линейка, цена, соответственно, пониже, сорта винограда разные. Есть у нас Brute, есть розовая полусладкая, белая полусладкая. Что здесь самое главное? Хорошенечко охладить. Прямо не бойтесь, чтобы вы достали его из холода и его покрыл налетик, потому что это вино ровно для такой задачи, для того, чтобы охладить вас. Может быть, видели, некоторые производители минеральной воды на лето выпускают специальные коллекции, смешанные с соком, например, с ароматизаторами. Вот это примерно то же самое. Здесь большой плюс в том, что алкоголь всегда невысокий. Алкоголь, давайте, вот белая полусладкая, 11,5. Здесь какой у нас? 10. То есть это не для того, чтобы свалить вас с ног, а чтобы просто вот с удовольствием попить. И опять же, вот эта та порция, которая составляет, по сути, хороший бокал. Или два небольших бокала, если вы на двоих ее делите. И никакого расхода стекла, либо из банки, либо из бокальчика попили. Прелестно. Возвращаемся к бутылкам. Переходим, да, сюда. Хочу сказать, что здесь есть решения, которые являются абсолютно очевидными, стандартными. То есть здесь есть у нас и новозеландский савиньон, у нас есть крупный бренд и бронг от эстей. Да, я его, кстати, очень люблю. Ну, кто ж его не любит? У нас есть, вы видите, и массандра здесь. То есть ее уважают и ценят. У нас есть те сорта, которые просто должны быть. То есть у нас есть брюнер австрийский, у нас есть с вами мольбек аргентинский. Лучше покажу. Да. У нас есть чилийский, красный, вина. То есть все это есть. Я хочу обратить внимание на то, что является, на мой взгляд, таким интересным решением. Есть премиальные вина. Да. То есть у нас есть барола с вами и бутылка, видите, оригинальная. Альбиза. То есть у нас все как правильно сделано. Есть Амарона Делла Вальпаличелла 17-го года. То есть уже точно можно пить, потому что оно уже настоялось и выдержалось. Ну, есть просто Вальпаличелла классика суперер. Мне больше вот это, честно говоря, впечатлило. Потому что, смотрите, вина с такими богатыми этикетками, называется Why Not, почему бы нет. И написано премиум Зин, состав Зинфандель. Алкоголь 15 градусов. Но на самом деле не слабый. Вот. И в первую очередь, конечно, ты когда видишь Зинфандель, ты думаешь про то, что это Калифорния. Но это Италия. Это Италия. Это у нас Южная Италия, Пулия, соответственно, Зинфандель и Мальвазия Неро. Два вина, на мой взгляд, по очень симпатичной, привлекательной цене. Тут у нас есть базовая, есть по акции. И вот эти вина, это, конечно, не совсем летний вариант. Но у нас всегда есть те, кому нравятся вина полнотелые, мощные, плотные. Вот, собственно, для них позаботились. Ну, даже не знаю, что тут еще добавить. Год урожая 15, так что, поверьте, оно уже готово к употреблению. Есть пиногри и джону, куда же без него. Есть вот такие демократичные вина, вы наверняка видели, потому что это такая, знаете, простая подсказка к гастрономии. Есть чем сочетать, и, соответственно, пинотаж у нас идет под мясо, под рыбу у нас отправляются белые сорта. Что мне вот здесь показалось интересным? Есть, конечно, южно-африканский пинотаж. И вы видите, что у него такая нарядная бутылка. Такие тут ангелы и демоны сражаются. Высокий алкоголь, западный мыс. То есть все как надо, указано место производства. Но это как бы традиционное решение. Вот мне что понравилось. Та же цена. Рядом стоит Ширас и Мурведер. И здесь уже идет у нас указание Сталинбош. То есть более узкая территория, что всегда более престижно. Чем хороши Ширас и Мурведер? Тем, что они очень теплолюбивые. Они очень хорошо сочетаются вместе. Поэтому гарантированно получите бархатистое, сладковатое, с дымком вино. Скорее всего полнотелое. Я думаю, что здесь не будет уже у нас даже среднего веса. И это очень интересно. Потому что если вы любите Южную Африку. И в красных, например, много перепробовали пинотажей и каберне-совиньон. Вот такой бленд. Он очень уместен. Он очень удачный. Я думаю, что он вам придется по душе. Есть решения более такие простые. Давай здесь не спустимся. Давай. Так, подожди. А эти простые решения мы не снимаем? Ну, мы снимаем. Просто смотрите. У нас есть из Южной Африки пинотаж и Ширас. Если вам нравится пинотаж, то вы получите ровно то, что обещано за эту цену. Просто я сама просила поддерживать Южную Африку. Я поддерживаю. Давайте дальше. Давай. Смотрите. У нас есть Франция. Так. Спускаемся ниже. У нас есть Лангедок. Лангедок представлен вот тремя позициями. Из них, смотрите, есть две базовые. Мерло и Кабернес Савиньон. Ну, 19-й год вполне допустимо для красного вина. Они у нас идут как пейдок. То есть это местное вино, неконтролируемое по происхождению, а чуть уровнем пониже. Когда вы выбираете такое вино, цена 379 рублей, вы получаете классическое сортовое выражение. Это будет помягче сосневое, это черносмородиновое поплотнее. Не будем питать каких-то ложных иллюзий, что это фантастика и суперсложно. Но если вы переходите вот сюда, вот здесь самое время попытать своего счастья. Потому что здесь у нас появляется новое наименование Костьер Деним. Костьер Деним – это у нас субзона внутри Лангедока. И Костьер Деним претендует уже, конечно, на более высокий уровень. Вы видите, что бутылка отличается, что она такая вся нарядная, что она с историей. И сорта винограда у нас тоже отличаются. Потому что здесь у нас нет... Сейчас, одну секунду я проверю, потому что я подозреваю, что раз, гренаж... Да, серая гренаж, совершенно верно. Это, на мой суровый взгляд, намного интереснее предложение, чем просто базовое Мерло и чем Каберне Савиньо. Цена, конечно, повыше. Но здесь вы получите пряное вино с мясными оттенками, с оттенками ежевики. Я думаю, что оно достойно. Это вот шашлычный вариант, мясной вариант. Ну и мне кажется, это прекрасное общее соотношение цены и качество, потому что это все-таки уже не местное, но при этом еще не очень дорогое. Все, выбираем принцессу. Принцесса, я думаю, что хороша, да. Есть у нас линейка Бордо, ну, традиционное абсолютно решение. Есть у нас Пино Нуар, кстати, южный из Лангедока. Также, по поводу Пино Нуара, хочу предупредить, что вы, пожалуйста, не ждите, что он будет такой же, как бургундский, потому что вот стоит рядом Бургундия, во-первых, она дороже практически в два раза. Во-вторых, вот это, конечно, будет намного тоньше вино, намного деликатнее в цвете и в аромате. Лангедок территория южная, поэтому Пино Нуар там возревает лучше. Ждите клубники, ждите вишни, ждите более плотного цвета. Ну и, в принципе, если вы любите максимально оригинальный, приближенный к месту происхождения сорта винограда, то, конечно, вот этот вариант. Вот Шеланес, это субзона Бургундии, которая указывает на точное место происхождения. Но если вы любите потеплее, поспелее, то вот, пожалуйста, вот этот Пино Нуар. Пройдем дальше? Пройдем. Куда? Ну, прям по этой полке. А, давай. Итальянская подборка, традиционные абсолютно вещи. У нас есть Кьянти, у нас есть Суаве, у нас есть Пулийская с коровкой. Ох, какая прелесть. В коровы на велосипеде едет Санжавейзе. Ну, опять же, вот смотрите, вы часто спрашиваете, типа, ну как так можно? Вот Санжавейзе написано, но не слишком густой. Вот она цена. Вы понимаете, что из этой цены сложился путь, который виноград прошел, чтобы стать вином? Это явно не самые лучшие участки. Не ручной сбор. Это машинный сбор и довольно быстрая минификация. Поэтому, если вы хотите чего-то серьезного, мощного, ну тогда, конечно, здесь не стоит ожидать. Но если вы хотите просто Санжавейзе, давайте вспомним его характеристики. Это не очень фруктовый сорт, он скорее такой животный, кровавенький, пырный, землистый. Вот здесь все это будет у нас в состоянии таком слегка разбавленном. Если мы говорим про сочетание с красным мясом, там, с пиццей, с колбасками, картошкой с мясом, все это подойдет очень хорошо. Если вы хотите этим вином украсить торжественный вечер, я думаю, что это не самый лучший выбор. Но на каждый день почему бы нет? Так, вторая часть нашего обзора продолжится со смены костюма. Теперь он лучше сочетается. Я готова продолжить. Давайте посмотрим, что же есть у нас еще. У нас есть, здесь мы побывали в рислингах, давайте посмотрим, что еще вот здесь на самом уровне глаз. Есть Португалия, как раз про то, что ты говорил. У нас есть еще Винюверда, у нас есть красные версии. И Португалия, ну, я ее много раз хвалила и не перестану, потому что это блестящее соотношение цены и качества. Вот, ну, здесь понятно, что стекло еще имеет определенный оттенок, но вот сам цвет, вот, как, не знаю, колодезная вода. Вот мне уже хочется его выпить. Молоденькая, свеженькая. Тоже были у нас на дегустации вот это, и вот это, и они нам тоже понравились. Кто понравился больше? Вот это? Да, Багаэра, да, согласен. Прекрасно. Ну, это вот как бы даже пожелтее, я подозреваю, что, да, до него. Вот это называется апофилос скидок, смотри, как красиво. 359, 374, кстати, Багаэра еще и дешевле. Очень хорошо. Шикарно. А вот это у нас то самое Винниверде, которое в фляжечке разливается. Напомню, что первый такой был исторический производитель, он назывался Матеуш. И сейчас, конечно, многие за ним повторяют, и если уж мы сегодня еще поддерживаем Рислинг Уикс, напомню, что во Франконе это типичная бутылочка, в которой это боксбойтель, такая фляжечка. Так это лучше, чем Матеуш или хуже? Ты знаешь, я все-таки за то, чтобы мы... Я не думаю, что это сильно хуже, но Матеуш был первым, и я думаю, что мы оставим все-таки первенство, звоним. Потому что Матеуш этот стиль, по сути, создал. Он его сделал коммерчески успешным, поэтому все, кто повторяет, так или иначе, они следуют за Матеушем. А мы будем отдавать предпочтение историческому производителю. Так, наверх заглянем? Наверх заглянем. Тем более там вот же Ливанка, да, то же самое стоит. Слушай, Ливанка, конечно, просто радует глаз, потому что это даже не красное. Это белое, темпронильо бланка, матуранно бланка, это у нас локальный... А, Виура, Виуру пропустила. Локальные сорта винограда у нас риаханские. Ну как же это хорошо. Если вы хотите попробовать что-то новенькое, что-то ни на что не похожее, вот это отлично. Это сорта винограда без выраженной ароматики, без интенсивности. Это сорта, которые скорее... Ой, молодец! Конечно! Последнюю? Нет, не последнюю. Это на самом деле охладите хорошенько. Это просто... Оливочки. Оливочки, это хорошее решение. Кстати, молодой человек правильно мыслит. Если мы берем с вами испанское вино, ну грех не сочетать его с тапоса, с оливочками. Поэтому, если вы дома будете делать, поиграйте. Не стесняйтесь самых смелых экспериментов. У них это анчоусы, у нас это могут быть шпротики. Попробуйте с кусочком хлеба, с травами и вот кусочки сыра просто, кусочки колбаски. Так что все это хорошо подойдет. Просто почему я хвалю Виванка? Потому что у меня есть очень удачный опыт работы с ними. Это компания, которая меня не подвела ни разу. У них всегда были стабильные, высокого качества вина. Разных уровней я брала попроще, подороже. К тому же они титулованные, награжденные. В общем, обратите внимание. По ценам, ну это цена по акции, но все равно довольно доступная. Но опять же, я здесь хочу сказать, что это просто условие пятерочки. Потому что в реальной жизни, если бы мы были не здесь, цена на Виванка значительно повыше. Потому что производитель престижный с хорошей историей. Слушай, я вообще смотрю, тут приличная пятерочка. Хороший выбор вообще. Пятерочка постаралась, потому что, во-первых, посмотри, очень хорошая выкладка. Где-то, может быть, ценник на ценник нашел, но в целом все хорошо. И мне нравится разнообразие, потому что я вот подхожу, я понимаю, где мне искать. Ну, я начала с похвалы вот в розовом отделе. Но здесь тоже, смотри, понятно, Португалия, значит, Испания. Испания здесь у нас, Испания здесь. Португалия здесь, Португалия продолжается здесь. То есть вы видите, у нас здесь даже есть портвейн, который стоит. Да, вот небольшая коллекция портвейнов, один образец. Ну, дай бог с ним, если он хороший, если он по хорошей цене. И есть вот, если вас интересуют большие форматы, то есть у нас еще и Крианса. Кстати, не бойтесь, что Крианса с 17-го года. Если это у нас Магнум, то развивается оно помедленнее. Поэтому все в порядке. Есть, опускаемся чуть-чуть пониже, есть у нас маленькие форматы, очень хорошие. Это форматы, на самом деле, да, пока идешь домой, в принципе, вот такого вот типа. Есть у нас, видите, и тут и зарубежная, есть и более близкая отечественная. Есть у нас и Фоногория в разных своих ипостасях. Есть у нас и Новый Свет. Я очень одобряю вот такие предложения, потому что, я не знаю, как вот... В вашей жизни регулярно есть какие-то ситуации, когда хочется просто бокальчик вина. А иногда хочется просто глоточек вина, вот просто в кузе тут ощутить. И, в принципе, бутылку допивать совершенно не хочется. Отличное решение. Либо, кстати, сезон пикников. Взяли с собой в сумке холодильники и по дороге просто охладилось, приехали, выпили мусор с собой. Нет, потом можно каждому раздать, и вообще бокал не нужен, в принципе. А еще я часто всякие... Давай уж я к тебе спущусь. Я часто делаю всякие развлекательные мероприятия винные. И вот часто у нас нужны какие-то подарочки, вот просто за участие, за активность. Ну, почему бы не сделать вот такие подарочки? Призычки. Ну, конечно, чем блокнот и ручка, это же тоже приятно. Тем более можно составить сет, можно попробовать разные. Тем более, что выпить чернила из ручки, это, во-первых, сложно, во-вторых, не скучно. Во-вторых, вообще, и можно подавиться. Что у нас еще есть? Ну, лифрау. О, 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 что? Мой любимый чинар. Так, ты сейчас к этому отношению вообще никого не имеешься. Это не твой продукт, но его делают мои друзья в Азербайджане. Мы были на заводе. Это прекрасное, красное, полусладкое вино. Замечательное. Оно виноградное? Да. Так что передаю привет Халилу Исмаилову. Мы его показывали на выставке Продэкспо, когда с Юичем к нему заходили. И это действительно отличное вино. Если ты не пробовал, я тебе рекомендую. Хорошо, спасибо. Даже тебе понравилось. Ну, хорошо, хорошо. Будем надеяться. Плай, кстати, неплохой. Мы его как-то брали. Неплохой. И я хочу сказать, что обратите внимание, какая хорошая цена. То есть эта цена доступная за бутылку корректного сортового вина. Пино Нуар, это вам не шутки шутить. Кстати, оба Пино Нуара стоят здесь. Вот так, наверное. Сейчас посмотрим, есть ли савиньон. Да, и вот так вот савиньон. Так, посмотрим, что еще тут есть. Да, давай. Ну смотри, мы спускаемся вниз. Здесь у нас тоже близкие нам понятные уже варианты. Отечественные есть как-то Бель, есть у нас вот Мерло, Качинская. Вот это вот Шато-Леклер. Ну, просто напомню, что это отечественное производство. Тут название французское, а все остальное сделано в России. Поэтому можно себе позволить делать такую на него цену. Но мне больше вот интересуют вот такие вещи, потому что... Ну, понимаешь, я знаю просто где и из чего это произведено. И здесь у меня больше доверия. Так мы это на продакте все пробовали. Ну, ну, тем более. Вот же, это Шато-Тамань, Ванна Ивановна, знакомые вещи. Ну, конечно. Бюджетная, хорошая, проверенная. Все, тогда, значит, здесь просто... О, земляни, шпракти, жгут. Есть у нас Шато-Тамань в разных вариантах. Да, 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 иди по нагоре. То есть все, что мы любим, все, что хотим. Вина в пакетах тоже представлены. Широко. Широко представлены. Вот, гранатовое вино. Слушай, это дрянь редкая. Я его как-то купил, вот это не надо брать. Вот это прям кошмар и ужас. Вот это гранатовое. Вот конкретно это. И конкретно в пятерочке. Я как-то купил. Ну, тогда я со своей стороны заругаю вот это. Все, да, это закончилось. Почему-то я не ждал похвалы от тебя в адрес этого вина. Да. Вот почему-то. Причувствую, меня не обманули. Переходим сюда. Здесь у нас что? Ты посмотри. Отечественные знакомые наименования. Тбил вино, хорошо известные. Все... Ну, господи, я даже не знаю, что здесь еще добавить, потому что это все имена, которые мы знаем. Неожиданно появляются... Ого! Ого! Что, декаспика? Декаспика, кстати, я думаю, что вы и разбирали неоднократно. Да, потому что с ним-то все как раз понятно. Неожиданно розовое расширяется. У нас стоят рядом один и тот же сорт, только один калифорнийский, один итальянский. И этот розовый полусладкий, а этот сухой. Это та, а полусухой. Это так классно, потому что это будет суперароматное и такое клубнично-сладкое, а вот это будет посуше. Вот если и делать сравнительную дегустацию, образовательную, то вот так. Очень рада, что они стоят здесь вместе. Сейчас, извини, я просто напомню, что вот большую часть этих грузинских я дегустировал. Есть специальный ролик, вот. Но, честно говоря, мало хорошего я там нашел. Вот это охошение было симпатичное, вот. Поэтому рекомендую пересмотреть тот ролик, который мы снимали с Юдичем про грузинские вины. Там вина получше, но в пятерочке их, к сожалению, нет. Ну, зато что у нас есть? У нас есть фанагария, смотри. У нас по-прежнему все хорошо с ней. У нас есть разные версии. У нас есть массандра, знакомая нам. И, в общем-то, чего они еще рассказывать. Переходим. Здесь у нас есть игристые тоже отечественно. Они там стояли. Ну, на нижней полке стоят фруктовые вины, поэтому вот это сливовое. Опять же, совет от меня. Не хочу бросать тень на Татьяну, но я пробовал этот мускат от Аналитра. Спасибо за понимание. Спасибо тебе большое. Нет, нет, ты к этому мне вообще не мешаешь. Спасибо большое. Это я пробовал, и это мне понравилось. Спасибо. Взял вино на себя. Ну, я уже понял, как ты болезнью воспринимаешь. Я, да. О, просите, просите. Ой, как хорошо. О, ты смотри, во-первых, давайте начнем с того, что является, на мой взгляд, гордостью сети. Ну, потому что это сделано просто очень быстро, и очень я рада за пятерочку, что они это сделали. Они уже привезли розовое просеку. Оно появилось совсем недавно, но многие сети уже его привезли, в том числе и пятерочка, и большие молодцы, потому что розовое просека – это прям свежачок и новинка на рынке. И очень здорово, если вы его попробуете, потому что вы как минимум составите свое мнение о том, нравится вам, не нравится. Это пино-нуар иглера, сухое, по-прежнему такое же легкотелое, нежненькое и приятное. Есть кава у нас, у нас есть элитная просека, милизимная, вальдобьяданная, все, да, для тех, Которого даже цены нет. Цены нет. У нас есть ламбруска. Так. Ну, кому ламбруска продолжается еще беленьким, то есть все цвета ламбруска. У нас есть вот отечественная линейка. Да, браузер Сопра, которую мы с Юлей еще много раз рассказывали, вы его знаете. Мы с тобой, ну, во многих сетях вы видели, вы знаете, что тут разная линейка, можно доверять. Спускаемся вниз, ну, тут как бы без комментариев. Вот что мне нравится, тоже снова маленькие бутылки. Так хорошо, потому что есть у нас зарубежная, есть отечественная пузырьки. А кто это делает, этот солнечный склон? Солнечный склон, разведено в России, собственные погреба, изготовитель Кубанина. Да, ну да, все, верим. Все свои. Верим. Прекрасно. Ну, и дальше наступает у нас... Слушай, наконец-то Санкт-Стефан перекочевала на пол, вот туда ему и дорога. Вот я думала, что ты даже не покажешь, где его искать. Я покажу, пожалуйста. Ты показал. Да, уже все ближе и ближе к преисподней. Вот еще ниже можно. Ну, на самом деле, это даже, понимаете, несерьезно. Я даже не знаю, с чем сравнить, потому что цена по-прежнему, ну, там, 209, 239. Вы чуть-чуть добавляете, и получается у нас Шато Тамани. Ну, чуть-чуть совсем. Да. Ну, это же совсем другой разговор. Настоящий. Не хотите такое? У нас есть Ламброско за 339. Вот вам Итальяна, Вера. Ну, просто чуть-чуть добавить, и сразу другой уровень жизни. Краткие выводы. Что я здесь могу сказать? Что полка осовременилась очень сильно, потому что здесь представлено очень много новейших трендов. В частности, розовая просека, розовый савиньон новозеландский, вина в баночках, просека фризанты. Тоже очень хорошая история. Здесь представлены решения традиционные, стандартные, за которыми люди в любом случае будут приходить в магазин. Но есть и оригинальные в качестве альтернативы. И вот именно в этом проявляется работа закупщиков. В сбалансированном портфеле, с сбалансированном предложении. Поэтому цены, кстати, тоже все хорошие. Цены доступные. Если не ошибаюсь, у нас самые дорогие вина оказались Баролы и Амароны. Но это и логично. Но они и должны быть, да? Конечно. Все остальное до 1000 рублей. Очень многие позиции до 500 рублей. И при этом, при всем, вы можете найти прям по душе себе достойное вино. Но я после этого ролика призываю вас попробовать то, что вы еще не пробовали. Потому что и Наташа хорошая. Шираз хороший. Все это как бы все понятно. Но подозреваю, что вы с ними уже знакомы. Вот возьмите прям ту бутылку, которую вы еще не пробовали. Ну, например, Шираз Мурведр. Хотя бы. Хотя бы. Или розовый савиньон. Ну, давай к нему вернемся. Ну, давай просто... Это в качестве примера. Где там наш Мурведр? Шираз Мурведр. Ну, не такой уж дорогой. Розовый савиньон. Так, подожди. Розовый савиньон. Или давайте закончим тем, что... Домашнее задание. Нет, домашнее задание не буду вам давать. Такое алкогольное. Это как-то совсем не законно. Вот, вот это вино попробуйте просто. Бекс из Ная. Я не знаю, насколько вы знакомы с этим регионом, но попробуйте интересно. Просто попробуйте и вспомните. А похоже это на тот рислинг, который я пробовала или не очень? А вот что особенного? Нравится он мне такой? Или нет? И будет вам счастье. Большое тебе спасибо. Ой, спасибо вам тоже за внимание. Хорошего лета вам. Напоминаю, что это была Татьяна Селиванова, винный академик, директор школы Собелье Форт Вайн и автор замечательной книги полезных советов «Двину для начинающих лайков в хаках и стеках», которые вы можете купить по ссылке в описании ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за внимание. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok